Чем славятся кавказские свадьбы? Конечно же, красотой и разнообразием свадебных традиций. Причем традиции эти регулируют не только свадьбу, но и все ритуалы, ей предшествующие. У каждого народа Карачаева-Черкесии свои свадебные обычаи. Например, у абазинского народа даже похищение невесты совершается со строгим соблюдением традиций. Ими регламентирован буквально каждый шаг будущих супругов и их родных. И все действие, конечно же, сопровождается зажигательной национальной музыкой и танцами. В одном из первых выпусков программы «Республика традиций» мы рассказывали вам о похищении абазинской невесты. После того, как невеста украдена, конечно же, следует веселая свадьба, словно драгоценными камнями унизанная красивыми и символичными обрядами. Каждый ритуал и обычаи имеют свой скрытый смысл и являются своего рода пожеланием молодой семье, сладкой жизни, достатка и долголетия. Вот и свадьба позади. Однако вы ошибаетесь, если думаете, что с окончанием свадебных торжеств традиции отступают. Вот здесь как раз и начинается самое интересное – обычаи, регулирующие внутри семейные отношения. Сегодня мы познакомим вас с ритуалом Атта Цаларчуажвара, то есть развязывание языка абазинской невесты. Каждый раз перед съемками нового выпуска «Республики традиций» я тщательно изучаю информацию об обычаи, о котором хочу вам рассказать. Но этот раз особенный. Знаете почему? Потому что я не смогла найти абсолютно никаких сведений об обряде развязывания языка абазинской невесты. А это значит, что и меня, и вас сегодня ждет что-то очень интересное. Слышите музыку? Значит, нам туда. Ну что, заинтригованы? Признаюсь, я тоже была очень удивлена, впервые узнав о существовании такой традиции. Итак, традиция развязывания языка снохи уходит своими корнями в глубокую древность. Этот обычай, пройдя сквозь столетия, сохранился и остался наследием мудрых предков абазинского народа. По этому обычаю невестка не может говорить со свекром и в его присутствии, не имея на то и его разрешения. На Кавказе всегда строго соблюдались правила старшинства, субординации. Субординация – это система клановой, родовой традиций, подчинения младшего старшему, основанная на правилах и законах горского адата. Невестка в абазинской семье не может говорить со своим свекром до тех пор, пока не получит на то его разрешение. Именно получение этого разрешения и является сутью обычая. В день, когда свекор решил развязать язык своей снохе, устраивается большой семейный праздник с гостями и весельем. Ритуал обязательно должен проходить при свидетелях. По абазинским традициям невестка стесняется свекра, старается не показываться ему часто на глаза. Таким образом она выражает уважение к старшему, и это является данью его авторитету в семье. После свадьбы может пройти довольно много времени, иногда и не одно десятилетие, прежде чем свекор решит разговорить свою невестку. Традиции у абазин, как и у древних абхазов и адыгов, они идентичны, потому что это одна языковая группа. И вот своим значением он обозначает уважение к старшим. Вот самая главная черта, как у абазин, так и у адыгов, вот эта черта уважения к старшим, она всегда пронизана все действия, все родовые семейные отношения в общине абазин в частности. В чем заключается смысл этой традиции? Смысл заключается в том, что невестка, приходя в дом, она включается в процесс семейных отношений, где главенство традиции предпочитается уважение к отцу, в общем, к главе рода. И вот это, она сначала не разговаривает с ним, он это допускает, чтобы не разговаривать с невестой. В чем это заключается? Потому что вот это уважение, это дань его возрасту, чтобы он себя не почувствовал старым. Что годы его прошли, и вот теперь его дети повзрослев, уже сами создают семью, и как бы этим подчеркивает, что он и годы его жизни прошли. Но когда они для него остаются теми же детьми, какие они были, поэтому вот они как бы приукрашивают вот этот его жизнь. Вот это очень красивая традиция, между прочим. Невестка, в общем, она не имела права говорить при отце, она не кушала при нем, она вставала раньше всех, ложилась позже всех, она делала домашние дела, и как бы вот так вот эту семью она вот сохраняла. И в какой-то период определенный, когда вот даже это десятилетия могут пройти, дети подрастают, вырастают, становятся взрослыми. И вот глава семьи, он сам определяет время, когда он будет как бы развязывать язык невесты, выбирает дату, оповещает всех своих родственников, собирает праздник, готовится к этому, закалывают барашку или крупнорогатый скот, и делается вот такое пирщество. Столы накрыты и ломятся от блюд праздничной национальной кухни Абазин. Как и у других народов Кавказа, у Абазин есть блюда, которые принято готовить на праздники, и блюда, которые подаются по печальному поводу. Сусанна, ну расскажите, какие блюда национальной абазинской кухни сегодня на этом праздничном столе? Наш праздничный стол украшен сегодня традиционными абазинскими блюдами. Например, такие как мамалыга с сушеным мясом, вот, из кукурузной муки приготовленная. Дальше у нас идут лепешки с творогом, тоже традиционные, по-абазински это называется чаш, ляком. Вот, также у нас идет сыр по домашнему рецепту, и, конечно же, сладости, без которых не обходится ни один праздник наш. Это у нас халва, абазинская халва трех видов, ну и какой же праздник без нашего традиционного напитка бахсама, по-абазински, буза, тоже приготовлено из пшеничной муки. Одно из наших традиционных блюд абазинской кухни, наша сладость, это вот халва, которая приготовлена из пшена. Изначально пшено промывается несколько раз, в составе этой сладости входит сахар, топленое масло, ну и, конечно же, пшено. Это все готовится на медленном огне, очень медленно. Все это должно, но бесконечно это все в процессе помешивания, чтобы поймать тот момент, чтобы оно и не пережарилось, или же как бы не дожарилось. Обычно его готовят у нас женщины старшего поколения с опытом, которые занимались этим много-много лет, и все это, конечно же, передается и молодому поколению. Пока женская половина хлопочет вокруг праздничного стола, хозяин дома рассказывает молодым джигитам обо всех ритуалах этого обычая. Ведь именно так и передаются древние традиции народов республики. Я хочу рассказать вам о красивой и мудрой традиции наших предков, традиции развязывания языка невестки. Вы знаете, что на Кавказе всегда строго соблюдались правила старшинства. Каждый младший знает свое место и свои обязанности. Но по этим же правилам невеста не может говорить со своим свекром, не получив его разрешения. Эти обычаи соблюдали и наши предки, и они призваны подчеркнуть уважение к старшим членам семьи, показать им свое почтение. Даст Бог и у вас будут невестки, придерживающиеся наших адатов, и вы устроите такой же праздник, разрешив разговаривать с свою невестой. Сегодня же я пригласил гостей, чтобы провести обряд принуждения к разговору своей снахи. Когда все готово, можно наконец приступить к самой интересной части обряда, непосредственно к самому ритуалу развязывания языка. Все гости ждут, затаив дыхание, первые слова невестки дома. Дорогие мои соседи, родственники и гости! Сегодня я вас пригласил на свой праздник, за стол по одной хорошей причине. Сегодня мне предстоит разговорить с свою невестой. Попросите ее принести мне кружку воды. Невестка, скажи мне что-нибудь. Пейте на здоровье, папа. Да возблагодарит тебя Всевышний, дочь моя. Пусть он одарит тебя здоровьем и счастьем в этой семье. Чтобы у тебя было много детей, благодаря которым будет крепок мой род. Принесите мне подарки, что я приготовил кружку. С этого момента невестка дома может говорить, обращаясь к своему свекру. А за первые слова, обращенные к нему, невестка получает ценный подарок. В былые времена это чаще всего были пояс или нагрудник, изготовленные специально для нее. А сегодня подарком служат ювелирные украшения. Праздничное застолье начинается только после того, как старший из гостей произносит тост, выражая свое уважение и глубокие чувства к данной семье вместе с пожеланиями главе этого рода. Я хочу пожелать этому дому и этому роду процветания и благополучия. До сегодняшнего дня мы знаем эту семью, как уважающую традиции предков и живущую по ним. Знаем невестку этого дома, как скромную и верную обычаем женщину. Пусть и впредь она будет относиться к вам с большим почтением и уважением. Пусть ваш род увеличивается и процветает. Абазины всегда строго соблюдали древние обычаи и традиции своих предков. По этим обычаям младший никогда не встревал в разговор старших. Отвечал только тогда, когда его спрашивали. На праздничных мероприятиях всегда накрывают два стола. Один для мужчин, другой для женщин. Младшие подают кушанье. Так же, как и у некоторых других кавказских народов, у абазин действуют традиции избегания. Когда старшие входят, молодые должны обязательно встать. И пока не сядет старший, они не имеют права садиться. Если старший зайдет сто раз в течение часа, скажем, в дом, они сто раз должны встать. И пока он не покажет, чтобы они сели, они не сядут. Это раз. Сын отца не имеет права при отце баловаться с ребенком, брать его на руки и играть с ним. Вот именно в этом уважении к его старшинству он как бы повзрослел. Сам уже стал отцом. И как бы при своем отце показывает свои отцовье чувства. Этого у нас не допускается. Потому что пока отец жив, он всегда является главным в семье. И он всегда является отцом всех членов этой семьи. И кроме него никто не может как бы себя показать в роли этого отца. Но когда его не станет, уже сын, естественно, занимает его положение. И точно так же вот эта традиция передается из поколения в поколение. Что делать в тех случаях? Допустим, вот развязали язык невестки, она оказалась слишком болтливой. Есть обратный процесс? Завязывание. Но это уже от сына зависит. Насколько отец воспитал своего сына. Вот там уже сын регулирует характер невестки. Он через сына может на нее подействовать. Сам отец не будет обращаться к невесте. Это значит, что его прорехи, воспитание своего сына. Ну, там еще свекровь имеют свое влияние на невестку. И эти дела обычно женщины, они сами решают вот такие вопросы. В народе даже существует притча о том, как свекор преподнес снохе подарок и развязал язык. А она оказалась такой болтуней, что через месяц он вынужден был снова ее одарить, чтобы она наконец-то замолчала. Поэтому разрешение говорить в присутствии свекра не снимает со снохи обязанности при старших членах семьи вести себя скромно и сдержанно. Во многом, именно благодаря существованию всех этих правил и обычаев, в горских семьях сохраняются добрые и уважительные отношения. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова